На реке Кола открылись сезон все мужей ловли. Десятки рыбаков со всей области съехались на участок рядом с поселком Молочный, где в этом году первыми начали продавать лицензии. Напомним, в 2015 году из-за ситуации с массовой гибелью лососевых в реках Кола и Тулома новый сезон был под большим вопросом. Есть ли опасения, что и в этом году рыба будет больной и готовы ли ветеринары к новой эпидемии? Подробности в материале Максима Галямина. Эту шестикилограммовую красавицу Александр Зинин поймал в первые часы после открытия сезона ловли еще ночью рядом со знаменитым железнодорожным столбом на лицензионном участке в поселке Молочный. Первый в сезоне трофей – большая удача. Порой ждать поклева приходится часами, стоя по колено в воде. Несмотря на это, солидную рыбину Александр подарил отцу. Это первая на коле в этом году официально по лицензии, а сегодня ночью было поймано пять рыб. Самая большая была вот уже утром на восемь с половиной килограмм. И еще я ночью видел, как мой знакомый тащил рыбу, но у него оторвало снору. Итак, поздравляю с открытием. В начале прошлогоднего сезона съемную рыбалку открывали также торжественно. Вот только для многих, кто покупал лицензии, он оказался неудачным. В реках Кола и Тулома рыба заболела, ослабла и потеряла всякий интерес к наживке. А чуть позже все чаще любители ловли стали замечать мертвые тушки. Только по официальным данным, эпидемия уничтожила около тысячи особей атлантического лосося. Ну, прогнозы сейчас давать рано. Пока рыба еще не пошла, вот только начинает идти. По первым экземплярам мы видим, что она хорошая. Никаких признаков заболеваний нет. Дальше, когда она пойдет более массово, посмотрим. Мы готовы к проведению лабораторных исследований. Пять лабораторий ждет экземпляров рыбы. То есть мы готовы. Несмотря на массовый падеж, квоты на любительский ОФ остались примерно на уровне прошлого года. Но с одной оговоркой. По настроению надзорных органов увеличены периоды пропуска семги. В понедельник, следующее, пятницу с нуля часов и до шести утра ловить запрещено. Мурман рыбводу удалось удержать и цену на лицензии. Для жителей области это вполне адекватные 280 рублей. Пока открываются открытые два участка. Кола-1 и Кола-2. Это молочный и Шонгуй. Ну а примерно с 1 июня уже открываются остальные участки на Коле. И с 4 июня откроются все остальные самые популярные, самые доступные реки. Это Ура, Титовка, Печенга. А вот западные лица и средние для рыбаков по-прежнему закрыты. Многие, как например Дмитрий, приезжают на ловлю из городов области. Оленигорска, Мочегорска, Апатитов, Кировска. Эпидемию почти каждый видел и знает, что болезнь распространяется в холодной воде. Сейчас полноводная Кола по меркам сезона теплая, около 6 градусов. И пока никаких обосений для новой вспышки нет. Я думаю, что в этом году, так как на стоянках рыбы болезни не обнаружено было, думаю, что в этом году рыбы будет побольше. А вот уже пять поймали. Как? Видели их? Нормальная рыба? Не видел, но надеюсь, мы сегодня тоже отличимся. Всех отличившихся любителей рыбной ловли ветеринары просят быть внимательными. Если на чешуе или жабрах есть признаки болезни, то такой экземпляр лучше отвезти на станцию в Молочном. Или хотя бы отослать фотографию сомнительной добычи на электронный адрес профильного комитета в интернете. В прошлом сезоне у знаменитого столба мы тоже поймали рыбу. Вот только для этого не использовали профессиональных снастей. Мертвую семгу прибило к берегу. В этом году рыбаки надеются, что болезнь больше не повторится.